Доброе утро! Рад видеть вас снова всех, и вы меня. Меня зовут Виктор, как я уже говорил в начале утром. Сегодня со мной Дима Сошников из компании Microsoft. Привет. Дима, расскажешь, может быть, чем ты занимаешься в компании Microsoft быстренько, чтобы люди поняли, зачем ты здесь? Компания Microsoft, моя профессия называется «евангелист», и, как следует из названия, я несу благую весть. Я говорю с людьми о том, что их жизнь может стать лучше с помощью технологий. Основная аудитория, с кем я общаюсь, это молодые люди, это студенты, в первую очередь, это стартапы начинающие, это те, кто хочет начать с помощью технологий воплощать свои мечты в реальность. Иногда приходится общаться со школьниками где-то с детьми лет шести. И дело в том, что их жизнь тоже может стать лучше с помощью технологий. Понятно. У тебя уже прошел доклад, мастер-класс по разработке под Windows, я так понимаю. Что интересного ты там рассказывал? Вкратце, если можешь так рассказать быстренько, кто не смотрел. На самом деле наша цель на этой конференции была в том, чтобы познакомить мобильных разработчиков с платформой Microsoft, потому что многие считают, что Microsoft — это вот некая компания, которая мобильный рынок упустила, там и доля телефонов на рынке не очень большая, и зачем обращать внимание на технологии разработки Microsoft. И на самом деле есть несколько причин, почему это стоит делать. Во-первых, Microsoft сейчас является лидером в том, что называется универсальные приложения, потому что у других компаний есть приложение для мобильных устройств, для планшетов и приложение для компьютеров и настольных каких-то систем. Microsoft пытается сделать так, чтобы разработчику достаточно было написать одно приложение, которое работало бы везде на всех платформах. И это, конечно, очень хорошо для программистов. Microsoft вообще очень любит программистов. Это проявляется в том, что, во-первых, достаточно написать одно приложение, и можно продавать его сразу везде. Причем везде это не только там мобильные телефоны, планшеты, компьютеры. Это устройства типа Xbox, это устройства типа HoloLens, это устройства даже для интернета вещей. Небольшие маленькие датчики, которые можно встроить себе домой с экранами, и на них запускать те же самые приложения. И во-вторых, как бы разрабатывать на платформе Microsoft очень просто. Поэтому вот в моей работе, например, со студентами я всегда говорю им, начните с платформы Microsoft, это просто вы сможете сразу реализовать свои идеи, дальше сможете двинуться на другие платформы. Об этом мы тоже рассказывали, как это сделать, там Xamarin, кроссплатформенная разработка и так далее. Слушай, очень интересно. Вот ты сказал про HoloLens, который сейчас очень всех на слуху, но никто его в живую еще пока не видел и не знает, что это такое будет. Ты сказал, что написав приложение один раз, оно будет работать на HoloLens. Правильно, что если сейчас люди начнут разбираться в универсальных приложениях на Windows, они смогут уже частично понять, как писать потом приложение под HoloLens, и когда он выйдет, уже будут готовы к этому. Да, совершенно верно. На самом деле HoloLens, с одной стороны, его можно рассматривать как способ запускать обычные приложения на каких-то поверхностях в реальном мире. Можно, например, взять и калькулятор из Windows запустить на столе и начать как-то с ним взаимодействовать. Однако, чтобы писать, конечно, приложение уже, которое использует возможности дополненной реальности, придется разбираться уже с особенностями самого HoloLens. Но простейшие вещи можно будет действительно запускать буквально сразу. Понятно. То есть базовые вещи, они общие между. Отлично. Слушай, а может быть, ты нам расскажешь немного про тренды? Что нужно сейчас смотреть разработчикам и молодым людям, которые только начинают туда входить? Какие тренды, какие вещи главное не упустить сейчас? Вот мы уже раскоснулись темы HoloLens. Виртуальная реальность сейчас переживает некоторое такое второе рождение, потому что появились очень доступные устройства. Если раньше устройство было либо недорогим, но при этом очень низкого качества, и оно не давало для пользователя такого позитивного опыта, то сейчас буквально можно сложить из картона коробку, вставить туда смартфон, и все, что нужно для шлема виртуальной реальности, уже готово. Поэтому и, собственно, приложения такие можно распространять через магазин. Поэтому картонка, которая там стоит несколько сотен рублей, телефон, который у всех есть, и вот у вас шлем виртуальной реальности. Другое дело, что предстоит еще рынку понять, какого рода приложения будут востребованы. Игры — это понятно, но кроме игр будет ли это что-то еще? Очевидно, смотреть телевизор в виртуальной реальности, наверное, все-таки не так удобно, потому что это просто уменьшение размера экрана. Вот поэтому, если удастся придумать какой-то killer replication, как говорится, вот именно использующий возможности виртуальной реальности или дополненной реальности, то это как бы действительно хорошая возможность. Об этом мы будем рассказывать на мастер-классе после обеда, кстати. Поэтому приглашаю всех, кто это видит, ну, наверное, приехать и посмотреть. Второе, второе как бы... Какие еще тренды есть? Виртуальная реальность раз, еще что-нибудь интересное? Еще очень важный тренд — это интернет вещей. Поскольку компьютеры становятся все более компактными и дешевыми, то сейчас уже возможно сделать очень такой небольшой чип, который будет связываться с интернетом, и он сможет как бы быть встроен в любое устройство. В телевизор там это понятно, но в том числе в холодильник, в утюг, просто там быть в квартире и отслеживать температуру, давление, влажность, приход хозяев домой. Вот. И эти устройства, они дают очень много данных. И, действительно, на базе этих данных можно делать умные выводы и делать жизнь человека лучше. Поэтому новый рассвет переживают... Даже не новый рассвет, а вот, скорее, актуальность очень большая сейчас у исследований в области обработки больших данных. Машин-левернинг, машинное обучение, искусственный интеллект. Потому что эти системы, они как бы должны сами, собирая данные, принимать выводы, как человеку лучше жить. Когда снизить температуру в доме, чтобы уменьшить расход электроэнергии, когда людей нету, когда они должны прийти, чтобы температуру вовремя поднять. Вот такого рода вещи, которые будут случаться без участия человека, они все больше и больше будут входить в нашу жизнь. И это, на самом деле, фундаментальная трансформация. Если раньше компьютер был инструментом, как вот пианино, на котором нужно 10 лет учиться играть, и пока ты, значит, учишься, всем, кто вокруг живет, очень сложно, да, там, они слышат все время вот это вот. Я жил как-то просто в доме, и девочка сверху училась играть на пианино. Первые 10 лет это очень, значит, сложно. Потом очень хорошо становится. Учишься вместе с ней, наверное, играть, да. Вот. Точно так же и компьютер, да, вот первые 10 лет, пока ты не умеешь им пользоваться, все не очень просто. Но сейчас компьютер становится помощником, да, чтобы получать возможности от компьютеров. Не нужно там уметь программировать, не нужно даже уметь ничем пользоваться. Можно просто там голосовому помощнику сказать, скажи мне, пожалуйста, какие автобусы ближайшие, там, как мне добраться туда-то. И он сам найдет маршрут, он сам проведет. И поэтому это доступно людям, которые раньше, в общем-то, боялись компьютера, не могли туда подойти. Благодаря современным технологиям. Интернет вещей в это очень плавно впишется. Вот. Просто окружение станет умнее, оно будет помогать человеку все больше и больше. весь мир вокруг нас. Отлично. Я думаю, мы с тобой очень хорошо поговорили. Спасибо большое за краткий экскурс в технологии Microsoft. Спасибо. Приходите к нам, у нас есть шоколадки. Оставайтесь с нами, у нас еще будет следующий докладчик, которого мы поспрашиваем интересные вопросы. Оставайтесь с нами, у нас есть шоколадки. Приходите к нам, у нас есть шоколадки. Продолжение следует...